Вот Игорь Владимирович правильно говорит, исполнять их будет народ. Игорь Владимирович, вы говорите, заплатит народ за эту гонку безумную вооружений. А вам не кажется, что уже намекнул на это Силуанов, который начал рассказывать о том, что самые большие активы сейчас во вкладах простых граждан? Насколько это тревожный звоночек для населения российской федерации? Смотрите, чтобы финансировать войну, они начали довольно масштабное печатание денег. То, что экономист называет эмиссией денег. Эмиссия денег породила инфляция. Когда растет инфляция, то растет налоговое бремя на население. Люди это не всегда понимают, но если растут цены, растут НДС. Абсолютная величина, процентная ставка одна, но с более высокой цены НДС это большая абсолютная величина. Эти деньги вынимаются из кармана населения, плюс уже повышены некоторые акции за потребительские товары. В итоге получается, что население, совершенно этого не понимая, не осознавая, уже очень активно финансирует военные расходы и будет финансировать. Мы уже видим какие-то смешные истории пока, как бюджетников заставляют отчислять какие-то суммы от своей зарплаты. Но это пока такой ажиотаж отдельных грьяных администраторов. Но вот насчет того, что они пытаются перекачать деньги из банков, пенсионные фонды, а пенсионные фонды будут покупать облигации, тем самым финансировать государство, это серьезная тема, она под контролем президента, под контролем правительства. Заявлено, что в будущем году, значит, это должно быть уже где-то около триллиона восемьсот миллиардов перекачано таким образом. Это довольно страшная история, потому что эти деньги лежат в банках, они работают в банках, они через банки вложены в экономику, а эти деньги теперь Минфин хочет забрать себе. Значит, это значит, что люди должны эти деньги забрать из банков, из своих счетов, и их должны, видимо, к этому как-то, мягко говоря, побудить, мы еще не очень понимаем как, но допускают, что не вполне, это все будет добровольно, это я, старый советский человек, я хорошо понимаю такие вещи. И это будет означать, что будет очень большой обвал российских банков, но, в общем, правительство даже на это готово пойти, чтобы забрать и отдать деньги на войну. На войну нужны огромные деньги, получить эти деньги становится все сложнее. Доходы от экспорта, как я сказал, падают довольно сильно. Проблемы с экспортом будут только нарастать, потому что все меньше групп товаров можно, все труднее осуществлять поставки, началась уже охота за танкерным флотом российским, вполне серьезным, теневым, который Россия создала. То есть идет такая, в общем, атака на российский экспорт, он будет падать, а тогда какие доходы у России, в общем, только вот население, и российский бизнес уже очень капиталь набирает, он уже становится таким, ну, как вам сказать, донором, из которого выкачивают слишком много. Знаете, там немножко крови сдать можно, это даже для здоровья полезно, да? А вот если ты очень много и очень часто сдаешь кровь, то ты начинаешь заболевать сам. Вот как раз российский бизнес сейчас дует очень капитально, отнимает очень много денег, он уже стонет, вопит, кричит, что не надо его так резать. Но деньги отнимает, значит, бизнес развиваться российский не сможет, гражданский я имею в виду. И, значит, впереди у России пустые магазины, во что в России никто не верит. Но если собственное производство не растет, а нет денег на импорт, а это уже проблема, вице-премьер Головцев говорит, нам надо срочно контролировать все экспортные поставки, всю валюту забирать, потому что иначе нет денег на фондирование, как он нежно выразился, импорта. Значит, если нет денег на покупку импортовалюты меньше, и гражданское производство не растет, потому что все деньги уходят в военку, и люди перетекают в гражданскую сектору военной, то вопрос о том, что полки будут пустить, будет дефицит и будет рост цен из-за инфляции, эта тема вот, в этом российский народ будет все время беднеть. Ну, в общем, это такая невеселая перспектива для российского человека. Хорошо. Деньги, у вас прозвучало, заставят людей снять свои вклады и отнести их в пенсионные фонды, но, грубо говоря, отправить на военку. Юрий Георгиевич, как вы считаете, в современной России такой финт вообще возможен? Люди на это пойдут? Или как их к этому принудить? Без террора, наверное, никак. Ну, смотрите, в отличие от классического сталинского террора, который нам хорошо известен, во-первых, он был серьезный, на уровне миллионов людей, во-вторых, были закрыты границы. А Россия сейчас до сих пор существует в формате открытых границ. Что интересно и удивительно, потому что, с одной стороны, и мы все это сами знаем, потому что мы это видим, ушло довольно значительное количество молодых, прежде всего, людей, уехало из России. И вот они сейчас все живут во всех основных городах мира. А с другой стороны, уехали, конечно, прежде всего те, кто недоволен происходящего. Поэтому, благодаря открытым границам, Путин добился ситуации, когда в России остались, ну, скажем так, либо те люди, которые его полностью поддерживают или не полностью поддерживают, либо те люди, которым безразлично то, что происходит. Ну, и какой-то, конечно же, процент людей всегда бывает, которые по тем или другим причинам не могут или не хотят, в конце концов, уезжать из России. Но в результате мы видим, что протестного движения в России нет. Когда оно есть, оно относительно незначительное, людей арестовывают, людей сажают. Но критической массы это протестное движение не набирает. Можем ли мы допустить, что в случае каких-то экономических, непопулярных шагов российского руководства мы увидим восстание народа? Ну, я скептически на это смотрю. Скажем так, я не верю в возможности Российской Федерации внутренними силами сменить режим, скажем так. Потому что, вот мы хорошо помним, когда Путин объявил о мобилизации, была у него такая интересная речь, которую записали и стали почему-то показывать с Дальнего Востока, начиная, я не очень даже так никогда и не смог понять, почему не по московскому времени ее запустили, а по Дальневосточному. И народ побежал. И вот я себе представляю, как во Франции президент выступает с такой речью. И народ бежит. Куда бежит народ? Он бежит свергать правительство в этот момент. А куда бежал российский народ? Российский народ бежал в аэропорт, на вокзал и кто-то даже пешком к границе. То есть идеи противостоять происходящему нет. Отчасти по понятным соображениям всем ясно, что это бессмысленно. Ну, противостоять Путину мирным способом бессмысленно, будем откровенны. А оружия ни у кого нет, оружие там у армии, у ФСБ и у Росгвардии. Все, конец истории. Поэтому противостоять Путину бессмысленно и голосовать можно только ногами. Это, кстати, то, что тоже будет происходить, если начнется экономическое давление, не знаю, как назвать, на население. Чем больше будет это давление, тем больше людей будет уезжать. Ну, опять же, до тех пор, пока граница открыта, но закрыть ее не то, что нельзя. Можно, конечно, но это же они как бы из своих тоже наказывают. Поэтому вот это уже точно вызовет недовольство. Опять же, недовольство тоже может привести к вооруженным восстаниям, а может привести к грустному сидению на кухне. Подчеркиваю, я не верю в возможности Российской Федерации внутренними силами сверкнуть путинский режим. Может быть, я излишне схематичен. То есть мы с Игорем Владимировичем делаем вывод, что если захотят добраться до вкладов, если уже положат на них глаз, то они их отберут. Хорошо, Игорь Владимирович, а какие тогда последствия для банков? Что будет с банковской системой? Насколько это важно для краха возможного экономики Российской Федерации? Ну, смотрите, давайте, во-первых, разберемся, когда вы говорите «Российские банки», нужно же смотреть конкретно. А конкретно ситуация выглядит так, что практически уже в основном Российская банковская система национализирует. Она государственная. Это как бы трудно всем представить, потому что все вроде представили, что в России частные банки, туда-сюда, все кричат «Ура, ура». Но если ты смотришь структуру активов, то более 60% активов Российской банковской системы размещены в банках и принадлежат банкам либо полностью государственным, либо контролируемым государством. Поэтому если будут какие-то кризисы, произойдет очень простая история. Произойдет концентрация, и банки, которые закачаются частным первым, их быстро национализируют и вольют состав там Сбербанка, ВТБ, вот так далее, и так далее. То есть возникнет опять государственная банковская система, а-ля Советский Союз, вроде краха не будет, но твои деньги, что называется, они будут за тобой сохранены, но заморожены, будет обведена какая-то система лимита на получение денег со вклада, ну и так далее. Но это уже то, что мы проходили с советскими сбережениями. Вот эта картина будет повторена. Но, конечно, банковская система останется опять-таки только государственной с потерей эффективности и прочими последствиями. Но это никого не волнует в России. Вот мы пытаемся вам объяснить, Сергею Георгиевичу, что страна совершенно не способна к борьбе за свои права. Это вот украинцы никак не могут это понять. Все время меня спрашивают, то когда, когда. Но никогда. Вот это как так устроена Россия. Они будут страдать, они будут гордиться тем, что они страдают, что они вот выдерживают давление, они живут, так сказать, в ужасающих условиях, но вот живут, но они не выйдут на площади, не будет и конструильного бунта, как это было в Чили когда-то. Вот этого даже не будет. Они будут по простой логике богатые, будут снабжаться своими особыми системами, как это было в СССР. Кроме того, надо понимать, что в России есть группа, выигравшие от войны. Тоже давайте мы это обозначим. По разным оценкам, от 16 и выше миллионов людей в России выиграли от войны и будут ярыми сторонниками войны, потому что они на этом зарабатывают большие деньги. Они получают повышенную зарплату, они получают какие-то льготы, они получают выгодные контракты от государства. Ну, считайте, 16 миллионов, как минимум, да, это больше 10% населения России. Если вы берете взрослое население, то еще выше доли. Так что в России формируется такое лобби, которое будет вполне голосовать за президента, вполне бодро поддерживать президента для продления войны в бесконечность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!